здравствуйте друзья здесь немецком юрий сейчас я хочу такое философское видео смотрите раньше когда-то в начале 90-х годов когда только-только стал появились деньги я начал ездить за границу и в те времена у нас было но сразу после социализма на улице грязище полная я помню это магазинах полный кошмар дефицит групп группы продавцы и так далее вот если кто помнит социализм вот так было и внезапно вот мы шагнули в богатство я стал новым русским и первое что я сделал я поехал за границу и вы знаете вот я хожу вот примерно в таких местах смотрю на людей они обычные люди такие же точно как и мы но живут явно лучше чем мы у меня возникла такой вопрос господи а за что нам такое почему мы такие несчастные почему мы такие все бедные и чем мы хуже чем вот чем-то люди которые живут за границей но война можно сказать да но война она была и здесь война была и здесь она прошла сейчас я нахожусь в германии на самой границе зданий вот война была всюду вот но тем не менее живем там и хуже почему-то вот я нахожусь в городе флэнсбург вот и то есть все произошло намного раньше войны и я понял что отличие всего между нашей страной и вот этими странами в том что у них не было революции у них не было революции вот в чем дело и для того чтобы прийти к власти ленин ну как бы вот дальше мои измышления на самом деле напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу согласно вы с этим или нет так вот для того чтобы прийти к власти ленин любыми путями стремился прийти к этому и он призвал самых нищих самых бедных пролетария в рабочих и он выдвинул лозунг гениальный совершенно лозунг для того чтобы прийти к власти землю крестьянам фабрики рабочим и все дальше когда рабочие его поддержали потому что они то думали что им достанутся фабрики а земля достанется крестьянам он сказал что нужна диктатура пролетариата и что надо уничтожать всех врагов революции физически уничтожать и физически были уничтожены до еще один лозунг грабь награбленная очень хороший лозунг то есть все что богатые сделали это сказать нечестным трудом и надо все это грабить и надо у них отобрать все и все это должно стать общим государственным и и грабили и и захватили все и результат какой какой результат смотрите ленин стал строить государства при помощи бедных при помощи ничьих какое государство могут построить нищие только государства нищих и 70 лет это продолжалось и в конце концов добились полного совершенства когда уже в конце 80-х люди сейчас не помнят но в конце 80-х дошли до того что уже продукты распределялись по карточкам так называемые талоны были введены повсеместно повсеместно были талоны распределительная система там были талоны на крупу на муку на колбасу значит там консервы выдавали поштучно вы даже не представляете это было ужасно улицы не убраны то есть полная нищета то есть мы построили государство нищеты с другой стороны вот другие государства которые были то есть до революции это все было примерно одинаково все жили одинаково другие государства жили ну не так как мы они они строили свою жизнь была частная собственность никто ничего ни у кого не отбирал они трудились очень много трудились надо сказать и государство во многих странах делали следующее они делали все чтобы для чего им нужно государство а государство нужно для того чтобы улучшать жизнь защищать жизнь своих граждан и вот только что мы проехали государства такие как финляндия потом проехали швецию норвегию и данью только что сейчас я нахожусь на границе с данией в германии и эти государства очень-очень сильно похожи друг на друга и что мы знаем о них да ничего потому что эти государства не воюют ни с кем они не участвуют никакой гонки вооружений никакая холодная там война горячая война ничего они занимаются тем что улучшают жизнь своих граждан и вы знаете мы строили социализм и и мы добились нищий как бы строили государство социализм где все будут равны и добились что все оказались равны одинаково нищие эти люди они не строили социализм но шведы в конце сказали что у них шведская модель социализма и когда я смотрю вот на финляндию например частности мне кажется что вот как раз в этих странах социализм и есть потому что там нет бедных нет богатых все живут абсолютно ну практически все одинаково на первый взгляд по крайней мере смотрите ну более всего мне знакома финляндия потому что я в течение пяти лет подряд мы печатали там финляндии каталоги по работе я туда ездил и я общался и на предприятии и с печатниками и с руководством естественно и я спрашивал а сколько у вас зарабатывает печатник он говорит ну печатник у нас зарабатывает у нас печатники очень много зарабатывает потому что это необычно потому что они у нас участвуют ну в руководстве предприятий так сказать голосуют поэтому они зарабатывают где то ну 1200 евро а так обычно рабочие зарабатывают от 900 до 1000 евро в месяц вот я говорю ну хорошо а а сколько зарабатывает начальство руководство он говорит руководство намного больше зарабатывает я думаю ну тысяч пять там десять да как у нас 1700 евро зарабатывает руководство понимаете то есть разница между заработком обычного печатника и руководителя не не в десять раз не в три раза а на какие то там ну двадцать процентов не больше вот так и ну вот и социализм это фактически уравнил то есть в этом есть хорошие как бы стороны есть плохие потому что ну это немножечко мне кажется давит инициативу все таки вот но с другой стороны все равны и когда мы ездим по финляндии там ну все живут в одинаковых примерно домиках там нет таких домиков ну скажем так у меня трехэтажные да вот нет такого там маленькие небольшие домики они одинаковые практически у всех вот они ездят все на на хороших машинах вот в швеции немножечко несмотря на социализм немножечко побогаче скажем так и есть разделение все таки то есть когда мы подплываем к стокгольму мы видим что там достаточно крутые дачи очень на островах очень такие не слабенькие вот я когда спрашивал мне сказали да это здесь самые богатые дачи вот но в основном тоже все так вот центр страны такой же далее мы поехали в норвегию вы знаете она в норвегию первый раз попали но когда въехали отличие от швеции в общем то небольшое на самом деле мы заехали в осло осло нам не понравился так сказать там столица достаточно грязный городок не то что стокгольм стокгольм очень красивый большой город хельсинки тоже некрасивый вот но что еще я хочу сказать удивительное отношение к природе у всех у всех стран включая вот финляндия норвегия и швеция природа первозданная и у них концепция единения природы и человека вот она совершенно другая вот и я нигде не видел такого количества машин тесла и других электромобилей на электрической тяге которые ну которые есть на электрической тяге нигде не видел такого количества как в норвегии мне показалось что в норвегии их больше, ну и с другой стороны и Порше больше, вот но домики, опять же, достаточно скромные у всех, наверное потому, что это дорого вот, и что я хотел сказать что, в общем не нужна эта агрессия не нужна гонка вооружения, нужно, чтобы государство заботилось больше о своих гражданах, да, у них огромные налоги, но зато видно, куда они вкладывают, у них абсолютно нет коррупции, абсолютно вот, кто бы не говорил, что коррупция всюду, что, и те воровали, и эти воровали, нету здесь коррупции, понимаете, вот самые низкие страны с низким уровнем коррупции, это как раз там Норвегия, Швеция, вот такие страны, Финляндия, нет там коррупции понимаете, и люди живут хорошо поэтому, что сейчас, сейчас, конечно, у нас нельзя отрицать, что, в общем, сказать жизнь у нас стала сильно лучше, дороги стали ровнее шире, города стали красивее и чище заправки изменились вот, но но все еще не так на самом деле, потому что наследие существует у нас все-таки страна управляется очень маленькой кучкой народу и у людей витают идеи опять же отобрать украсть своровать что-то сделать незаконно какие-то, так сказать, за взятки уровень коррупции зашкаливает то есть у нас еще есть масса масса проблем и самая большая проблема это наше традиционное наплевательское отношение к частной собственности это давит все на самом деле я считаю вот, вот такие вот какие-то вот философские рассуждения не знаю, согласны вы со мной или нет напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу может быть, я не прав может быть, действительно надо все отобрать и разделить и все будут счастливы может быть, там нефтяные доходы надо разделить между всеми раздать всем купить по Поршу и будем ездить пока они не заржавеют вот напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу а сейчас все спасибо за внимание С вами был Демитков Юрий.